всем доброе утро мы проснулись в замечательном месте в ущелье просто в красивейшем ущелье недалеко от Иссыкуля на дворе у нас 6 копейками 7 час может фотографировали на озере сейчас надо идти умываться на горную речушку параллельно с собой захвачу удочку покидаем немножко ее там и сегодня у нас планы на большие съемки сегодня хотим поснимать кучу проездов прогонов заехать в соседнее ущелье проехать вдоль Иссыкуля доехать до забыл как называется этот город после этого отправляемся на теплые источники и в общем день обещает быть насыщенным поэтому просыпаемся и начинаем новую серию погнали я решил собрать свой рюкзак а тут представляете вот такая бомбическая красота просто напомню что у нас охрененные карбоновые снасти и новые китайские катушки от магазина рыбак и рыбачок поэтому сейчас пойдем их тестить по полной программе кстати друзья ссылочку на этот замечательный магазин я оставлю в описании поэтому переходите там будет скидочка и не грех воспользоваться конечно еще очень раннее утро но я бы не простил себе если мы не попробовали закинуть пару раз удочку поэтому я думаю что что-то можно поймать вообще здесь есть форель а форель это хорошо что-то 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 В общем, покидали мы удочку. Утреннего клёва не было, ни одной поклёвки, но ощущения просто крутецкие вообще тут. Во-первых, лес сказочный, как в сказке. Во-вторых, друзья, напомню, утро. Просто, блин, такой кайф вообще от всего этого. Вот сюда нужно приезжать с семьёй в спокойном таком режиме, размеренно, чтобы и рыбку половить, и свежий воздух. И высота, напомню, две с половиной тысячи метров. То есть, ну, очень отлично. Кстати, спиться на такой высоте очень здорово. Мы все переживали, что, возможно, будет горнячка или что-то ещё такое, но... Все вообще стойко перенесли, всем снятся красивые сны. Никто не мучается, все высыпаются. Надеюсь, что и дальше так будет. Хотя, кто знает, наверное, узнаем только тогда, когда поднимемся на три тысячи и выше. А пока вот такая красота вокруг нас. Ну, а что касаемо физической нагрузки на высоте, то это реально тяжело. Теперь вот такой отвесный подъем, чуть-чуть высокогорья и всё, и привет, отдышка. Вот такая красота, хотя мы вроде не это, совсем уж уж ухламоны, и ЗОЖ нам знаком не понаслышке, но тем не менее, поэтому будьте к этому готовы. И вот посмотрите, куда мы вышли. Ну что, мужики, вы же обещали, что рыба будет? А? Вы же обещали, что рыба будет? Рыба будет? Я мешок взял там под неё. Рыба будет? Договорились. Обижден, млядь. Вот такой вот мужской компанией сидим. Мы не продали тебе, мужики, рыбу. Да, не продали рыбу нам, мужики, да. Нечего в кадре показать. Да, конечно, крутяк. Крутяк, ребята. Так, ну что, мы выехали и, представляете, начали выезжать, а машина вообще не тянет абсолютно. То есть на низких оборотах, пока не подрубается турбина, она просто не едет. Ну вот, сказывается разряженный воздух, сказывается высокогорье. Интересно, конечно, как она себя поведёт на высоте больше 3000 метров и на перевале под 5000 метров. Посмотрим. Я думаю, что поедет, куда деваться. Может быть, кстати, из-за плохого топлива, возможно. В общем, едем дальше. Сейчас мы с меня нормально топливо облить. Какого? Что, ну что, мы уже начинаем вот тут, наверное, фотографировать, или что? Ну что, ну что, ну что, мы будем тут снимать точно. Вот там тот проезд, вот тут вот у ручья сейчас станем. Начнём уже отсюда. Давай тогда с вашего разрешения поедем. Спасибо тебе за это. Какое вообще гостеприимство. Спуститесь, позвоните. Пока. Всего доброго. Спасибо. 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 Продолжение следует... Вот такая вот красота, и мы решили, что сделать? Правильно, заехать нашим внедорожником на стандартной резине вот в такие дичайшие условия. Просто вывесили малыша. Вот это я понимаю радиалочка. Когда брызковики прям по самой земле, а тут колесо практически ушло в арку. В общем, красота неимоверная, нам надо двигаться дальше. Сегодня планируем объехать за циклу, за каракол, и там уже даже дверь, смотрите, как у нас открывается. Все как... Очень тяжело, но очень кейфово. Сейчас будем пробовать дать назад. Благодаря системе прозрачной капотности, это очень удобно. Продолжение следует... Тот момент, когда хотим сделать самый крутой кадр, получаем самый крутой застревон пока за всю нашу поездочку. Посмотрите. Акция называется «Поправь порог». «Поправь порог от Тойоты». Уважаемая компания «Тойота Модкрис». Не смотрите это видео. Смотри, подставишь на эту щель. Тут как камера пролезает. Сейчас правишься, помочь? Ну что-то не туда немножко Горнячечка Это тяжело Вообще все тяжело Давай, Наташа Раз Встанешь, буду я Два Скажи, я лёгкий атлет, а не тяжёлый атлет Вот именно Я мастер спорта по лёгкой атлетике Давайте плюс у камушек поменьше Хорошо, хорошо получается у спортсмена Вот моим руководством сейчас сделаем И с Антошем не только мастер спорта по лёгкой Но и первый юношеский по взрослой Сейчас просто здесь права, они под машиной сейчас Опа Переборщу Да, ты выбор Так, ребят, назад Сюда, давайте Победили мы его вот так Хач-хач-хач В общем Выбрались И смотрите, едем мимо Какой красоты Вон там пристёгнут на рюкзаке Красота, красота, аж пылище полетело Вот так вот и едем В Тергизии В Тергизии ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот это я понимаю лучший био-спортзал на планете Можно перейти на скамью для жима наклонным Это была скамья для жима в горизонтальном А это скамья для жима в наклонном На верхний пучок грудных мышц И вот таким же тоже движением Мы также продолжаем дистринировать Дальше вы видите Отличная беговая дорожка Смотрите с каким видом Несколько режимов Можно вниз с горы Можно в гору бежать Там вот есть скамья Для поднятия рук на бицепс Отличный спортзал, рекомендую всем Кому нужны абонементы Спортзал, подписывайтесь на канал Дам ссылочку Будьте здоровы, красивы И главное просветлены Потому что смотрите наш канал Я отдышался Высота у нас по-прежнему 2300-2500 Она колеблется Все, ребят Погнали дальше Поехали В общем Ехали мы ехали И увидели вот такое вот брошенное какое-то Я не знаю Тут наверное пастбище было Временное какая-то как полу-юрта Или что-то Там какой-то домик или лабаз был Напоминает все как брошенные дома инков Ну и сфильмы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, можно взять лошадей на прокат Вот стоят три изготовки Стоимость таких лошадей 200 рублей До прогулки на пару часов Но это очень дешево Субтитры сделал DimaTorzok В общем, мы доехали до перевала Акбайтал Высота у нас сейчас 4600 с копейками метров И пришло время проверить состояние масла в нашем двигателе Мы проехали уже большую часть нашего маршрута Преодолели самый высокий перевал Тут где мотор Ему было очень тяжело Поэтому сейчас проверим уровень масла И если нужно дольем Если не нужно, то отлично Shell Helix Ultra справляется на отлично Кстати, смотрите Канистра с маслом Вздулась Просто Она вот Ну, прямо сейчас взорвется Такое ощущение Из-за разряженного давления Так что вот, наверное Если подниматься на высоту Еще больше Четырех Ну, то есть больше 5000 метров То, я думаю, надо, наверное Такие дела подспускать воздух заранее Потому что может как бы и бахнуть Так Что у нас там имеется Ну, в первую очередь Мы проверим сейчас щуп Проверим щуп Щуп у нас Норма по маслу Отлично Тем более Не забываем, что у нас дизельный двигатель Проблем с ним нет Это хорошо Ну, как всегда Вообще Двигатель Toyota Очень надежен Поэтому Этого и следовало ожидать Доливки масла нам не пришлось делать Напомню еще раз Мы заливали масло Shell Helix Ultra Ссылочка на это масло Будет под описанием Прямо под видео Переходите Смотрите Изучайте И пользуйтесь Я рекомендую Масло действительно хорошее Погнали У нас впереди еще Таджикистан Узбекистан Западный Казахстан И Россия Впереди еще много всего интересного Это у нас только экватор Нашего путешествия Погнали Практически объехали Ссылка Через 10 километров Будем в Караколе Кушаем И поедем Сегодня Куда мы Деструем Теплых источников Там встанем Переначиваем И распланируем Наш дальше Дальнейший маршрут Потому что Ваня улетает У нас первого Значит 30 вечера Нам уже нужно Быть в Оше Времени не так много А мест Куда мы хотели бы Заехать Очень Поэтому сейчас Какие-то места Будем безжалостно Нарезать И оставлять их На следующем путешествии Вот Дальнейший маршрут В общем Мы добрались до Каракола И остановились в кафе Называется Бюля Или еще как-то Или Бюль Читай Айбюля Обожрали Съели Первое, Второе, Третье И компот По деньгам У нас вышло Где-то около Двух тысяч рублей Здесь есть Wi-Fi И одно из Наверное Одно из самых Хороших кафе Потому что мы Заехали еще Несколько И они были Не очень Или их не было Или они были не очень Сейчас мы едем На горячие источники Там заночуем А завтра у нас Впереди большая программа Южный берег Иссык-куля Водопады Четверттысячный перевал И возможно Мы заночуем Либо на Четверттысячном перевале Чтобы в конец Охренеть И пройти Все видимые И невидимые Аклиматизации Либо же Мы заночуем Прямо на берегу Иссык-куля После Четверттысячного перевала Поэтому Едем На дворе уже темно Еще раз показываю Как выглядит Это кафе С дороги Улица Не скажу какая Но Большое коричневое крыльцо И написано Кафе И кафе И я думаю Что Не заметить Просто невозможно Сейчас покажу Как выглядит Наша машиночка Грязная Сразу видно Что мы На ней Ее активно Юзали сегодня В общем Крутяк Крутяк Друзья И наши путешествия Продолжаются И мы движемся Дальше Погнали Все Погнали Уже на дворе Ночь И нам Опять ехать В неизвестные места Еще и по темноте Ну экшн Мы же любимого И группа Депаракит Зато Дэвид Гетто И его Новый шедевр Ту-ю Практически Ютуб Все Редактор субтитров А.Семкин